Уважаемый Игорь Викторович и Александр Иванович, я Виктория Шухалина, вынуждена во второй раз обратиться к вам за помощью и защитой. Меня, сироту, которая очень долго ждала предоставления жилья, пытался использовать в целях личного обогащения сотрудник прокуратуры Саратской области Владислав Иванцов. Вы можете представить мое удивление и разочарование, когда дело направили в суд по второй части 159 статьи Уголовного кодекса, то есть исключили пункт использования служебного положения. Более того, есть риск, что будет дело рассматриваться в особом порядке, но это значит, что Иванцов отделается вообще минимальным наказанием. Честно сказать, я даже не поняла, как так получилось, что сначала все время Иванцов был прокурором, а сейчас получается, что он не прокурор, а обычный гражданин обманул меня. Хотя я знаю, что когда мы с ним договаривались о 10%, он был прокурором и решал вопросы по квартирам. И также, что угрожал мне, что отзовет сертификат, тоже как прокурор. На это указывают и аудиозаписи, и при обыске у него нашли прокурорское удостоверение, хотя его должны были при увольнении забрать. Мне кажется, что человек, стоящий на службе в прокуратуре и совершивший данный проступок, ну то есть обобрал сироту, не заслуживает того, чтобы его всячески покрывали, и наказание, чтобы смягчили, тоже не заслуживает. А именно, как мне кажется, это и происходит сведомо, а возможно и по прямому указанию руководства прокуратуры и следственного управления. Я прошу дать оценку действиям следствия и надзора, которые, видимо, заранее до суда нашли какие-то смягчающие обстоятельства для обвиняемого. И это сделано в ущерб не только моим правам, как потерпевшие, но и имиджу правоохранительных органов. Я просто хочу, чтобы все было по справедливости, чтобы все было по закону. И чтобы прокуроры и другие носители власти, чтобы они помогали людям, они видели в нас, простых людях, денежные мешки. И также хочу обратиться ко всем тем, кто побывал в такой же ситуации, как я, что не нужно молчать, не нужно бояться, нужно писать заявление, обращаться в органы и бороться за свое. Спасибо.